Здравствуйте, дорогие первоклашки! Сегодня у нас необычный урок. Это последний урок в нашем учебном году. Вот и подошел к концу учебный год. Давайте сначала подведем итог нашего раздела, а потом вспомним, чему же мы научились за этот год. И попрощаемся с первым классом. Готовы? Начали! Откройте, пожалуйста, учебники. Это последний урок в нашем учебнике, 162, где можно проверить себя по разделу «Родина моя». Давайте вспомним. Автор стихотворения «Родина моя» именно с этого стихотворения и начинался наш раздел. Вспомнили? Я думаю, да. Это, конечно же, Аббас Сахат. Кто является автором стихотворения «Азербайджан» и «Баку-Баку»? Наверное, вы вспомнили, что это Самед Вургун. Укажите день рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Да, ребята, конечно же, это 10 мая. Следующий вопрос. Что относится к государственным символам Азербайджанской республики? Вы, наверное, помните, что это флаг, герб, гимн. И я верю, что каждый из вас может рассказать о том, что обозначают цвета флага, что мы видим на гербе, кто является автором гимна, композитором и автором стихов. Я верю, что, ребята, вы все это знаете. И пятый вопрос. Расскажите, что вы знаете о черном и белом золоте нашей страны. С этими двумя понятиями мы встречались в тексте «Наше богатство». Вспомнили? Черное золото – это нефть, а белое золото – это хлопок. Буквально недавно мы с вами о них говорили. Я думаю, вы этот раздел, ребята, хорошо усвоили, и мы можем с вами попрощаться с первым классом. А для этого давайте вспомним, что мы делали в течение года. Наверное, все вы скажете, что самым большим достижением было то, что мы изучили алфавит. Совершенно верно, ребята. Алфавит – это буквы, которые стоят в определенном порядке. Мы с вами знаем, что в русском алфавите всего 33 буквы. Из них 10 букв гласных звуков – это «а», «о», «у», «э», «ы», «я», «ё», «ю», «е», «и». И 21 буква согласных звуков. На ленте букв они все изображены. И мы с вами знаем, что есть у нас звонкие согласные звуки, есть глухие, есть парные согласные, есть непарные согласные. 10, 21. А еще мы знаем, что у нас есть два знака. Это буквы, которые не обозначают звуки. Это твердый знак и мягкий знак. Вспомнили? Идем дальше. Также мы с вами узнали парные согласные. У нас их 6 пар, всего это 12 согласных. Б, П, Г, К, Ж, Ш, Д, Т, З, С, В, Ф. Эти согласные парные. И мы знаем с вами, что если на конце стоит парный звонкий согласный, обычно он оглушается. Мы его проверяем, подбирая проверочное слово так, чтобы после этого согласного стоял гласный звук. Также, ребята, мы с вами изучили шипящие согласные. Помните нашу змейку, которая нас познакомила со звуками Ж, Ш, всегда твердыми, и Ч, Щ, всегда мягкими? У этих шипящих согласных есть определенная особенность. А именно после этих согласных в сочетаниях Ж, Ш, нужно всегда писать букву И. В сочетаниях Ч, Щ всегда мы пишем букву А, хотя слышим их мягко. И в сочетаниях Ч, Щ, Щ мы пишем всегда букву У. А вот в сочетаниях Щ, Н, Ч, К, Ч, Н нужно всегда писать без мягкого знака. Я верю, ребята, что вы все это вспомнили. Продолжим наше путешествие. Также, ребята, мы с вами познакомились с разделительным мягким знаком и разделительным твердым знаком. Для чего нам нужен разделительный мягкий знак? Он отделяет согласные на письме от букв И, Е, Ё, Ю, Я. А твердый знак отделяет согласные от букв Е, Ё, Ю, Я. Также, ребята, мы узнали, что эти буковки хитрые. Они могут обозначать два звука, когда стоят в начале слова, когда стоят после разделительных твердых и мягких знаков, а также после гласных. Мы изучили с вами множество словарных слов. Наш сундучок, в который мы каждый урок добавляли по одному слову, пополнился, и получилась вот такая картина. Стойка словарных слов, которые мы изучили. Эта таблица, ребята, есть в ваших учебниках на последней странице. Если вы забудете этого, можете вспомнить написание этих слов по этой табличке. Я вам советую, ребята, за лето повторять эти слова и их написание. Мы познакомились с темой предложения и узнали, что предложение бывает трех видов. Предложение, которое содержит сообщение, вопрос и приказ. Соответственно, в конце таких предложений ставится точка, вопросительный знак, восклицательный знак. А еще, ребята, предложение у нас делится на восклицательный и невосклицательный. Восклицательный мы произносим с большим чувством, и в конце такого предложения ставим восклицательный знак. А невосклицательный мы произносим спокойно и ставим в конце точку. Кроме грамматического материала, мы с вами знакомились с различными произведениями. Мы знакомились с вами с произведениями раздела «Устное народное творчество». Узнали, что устное народное творчество называется еще фольклором, а то, что входит в него, мы изучали постепенно. Мы узнали, что в фольклор у нас входят пословицы, поговорки, загадки, а также сказки. Но сказки бывают не только устного народного творчества, но также бывают литературные сказки, которые пишут писатели. Мы познакомились с вами с множеством стихов, рассказов, узнали многих поэтов и писателей, и об этом мы всегда можем прочитать в книгах. На последней страничке, ребята, вашего учебника, есть стихотворение, которое называется «Я – это мир». Давайте прочитаем это стихотворение и посмотрим, что нам хочет сказать автор. Готовы? Я – это мир, а мир стал мной, Едва открыл страницу, Могу в героя книги я мгновенно превратиться. Страницы, главы и слова летят перед глазами, Мы с книгой стали навсегда хорошими друзьями. Я могу сказать, ребята, что теперь вы тоже стали с книгами хорошими друзьями, потому что теперь вы умеете читать и писать, знаете все правила русского языка, которые нужны для чтения. То есть самыми главными помощниками, ребята, это для вас являются книги. Я надеюсь, что вы летом постараетесь прочитать как можно больше книг. Есть определенные книги, которые я вам советую прочитать. Вы можете их сейчас увидеть на экране. Это стихи Бориса Захадера «Веселые стихи и птичья школа», Михалкова про мимозу и дяди Степа, Самуила Маршака «Детки в клетке и школьнику на память», Корнея Чуковского, «Доктор Айболит и мой Дадыр». С отрывками из этих произведений мы с вами знакомы. Постарайтесь их прочитать полностью, тогда вы узнаете смысл всего произведения. А также Григория Остера «Вредные советы и зарядка для хвоста». Помимо стихов постарайтесь прочитать хотя бы несколько сказок самых известных писателей. Например, Шарля Перо «Кот в сапогах и красную шапочку», Александра Сергеевича Пушкина «Сказку о рыбаке и рыбке». Наверное, вы видели его мультфильм, и мы сталкивались с отрывками из этих произведений в нашем учебнике. А также Милна, Винни-Пух и все-все-все. Еще я вам предлагаю, ребята, Эдуарду Спенского, «Крокодил Гена» и его друзья, а также Ганс Христиан Андерсон «Храбрый утенок». Книг получается много, но если учесть, что у вас большие летние каникулы, у вас даже останется свободное время. А как вы это время займете, я вам предлагаю сделать следующее. При прочтении какого-либо произведения постарайтесь ввести читательский дневник. То есть записывайте, когда вы начали читать это произведение, запишите его название, запишите автора, главных героев, несколько предложений о том, что в нем говорилось, и свое мнение, понравилось ли вам это произведение, не понравилось, какой герой вам больше всего понравился. Такой читательский дневник можно ввести и в такой форме. записывать дату автора, название, а в конце добавить рисунки к этому произведению. Я думаю, вы с этим справитесь, потому что вы большие молодцы, вы отучились целый год и теперь переходите с багажом знаний во второй класс. Мы с вами, ребята, прощаемся с первым классом и я с вами прощаюсь. Я желаю вам приятного отдыха, набраться побольше сил, закаляться, укреплять свое здоровье и с полными силами на следующий год, 15 сентября, отправиться в школу. До скорых встреч! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами встречаемся на последнем уроке математики. Сегодня мы с вами будем повторять весь пройденный материал, тот материал, который мы изучали в течение всего учебного года. Тема так и называется, обобщающие задания за первый класс. Ну что ж, давайте посмотрим на экран. Определи фигуру. У нее четыре стороны, не все стороны равны и она красного цвета. Красного цвета мы видим следующие фигуры. Круг, квадрат, прямоугольник. Давайте вспомним свойства квадрата. У квадрата все стороны равны. А у нас фигура, у которой не все стороны равны. Значит, это прямоугольник, потому что у прямоугольника противоположные стороны друг другу равны. Значит, эта фигура прямоугольник. У нее три вершины, все стороны равны и она синего цвета. Давайте найдем фигуры синего цвета. Из двух данных треугольников все стороны равны у этого треугольника. Значит, пункт B мы нашли. Вот этот треугольничек. У нее нет сторон и вершин, и она желтого цвета. Желтого цвета мы видим две фигуры, квадрат и круг. Так как у нее нет сторон, конечно, это круг. Верно. Теперь давайте решим примеры. Необходимо вставить пропущенные числа. Давайте сделаем это вместе. 6 плюс сколько? Чтобы получилось 15. Для этого мы должны из 15 вычесть 6. 15 минус 6. Получим сколько, друзья? Верно. 9. Неизвестное число плюс 6. Получаем 11. Чтобы найти это число, вспомним правило. Чтобы найти неизвестное слагаемое, необходимо из суммы вычесть известное слагаемое. 11 минус 6. Получаем сколько? 5. Теперь нам неизвестен, какой компонент. Верно. Уменьшаемое. Чтобы найти уменьшаемое, необходимо к разности прибавить вычитаемое. 11 плюс 6. Получаем 17. Теперь какой компонент нам неизвестен? Верно. Вычитаемое. Чтобы найти вычитаемое, нам необходимо из уменьшаемого вычесть разность. 6 минус 2. Получаем четыре. Значит, вычитаемое равно четырем. Оставшиеся три столбика, я надеюсь, вы сможете выполнить самостоятельно. Ну а мы с вами смотрим дальше. Лала взяла с первой полки пять книг. Запишем цифру пять. Со второй полки она взяла шесть книг. Запишем цифру шесть. А с третьей полки она взяла семь книг. Запишем цифру семь. И положила их на стол. Сколько всего книг она положила на стол? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны все три числа. Что сделать? Верно, сложить. Пять плюс шесть, одиннадцать. Одиннадцать плюс семь, получаем восемнадцать. Значит, восемнадцать книг она переложила. Верно. Выполним следующее задание. В соревнованиях по стрельбе из лука каждый сделал по три выстрела. Сначала выстрел из лука Самир. Сколько очков он набрал с трех попыток? Давайте посмотрим, какие очки набрал Самир. Итак, количество его очков. Три, три и четыре. Давайте запишем. Три плюс три и плюс четыре равно десять. Десять очков набрал Самир. Затем Сабина выпустила две стрелы. Сколько очков она набрала с двух попыток? Посмотрим, какие очки Сабина набрала? Два и четыре. Запишем. Два плюс четыре равно шести. Шесть очков набрала Сабина. Сколько очков должна набрать для победы Сабина в последней попытке? Давайте посмотрим, сколько очков набрал Самир. Десять, а Сабина шесть. Чтобы Сабина выиграла в последней попытке, она должна набрать столько очков, чтобы количество всех ее очков было больше, чем десять. Для этого она должна попасть в цифру пять, потому что шесть плюс пять получаем одиннадцать. А одиннадцать больше десяти. Значит, с третьей попытки Сабина должна попасть именно на цифру пять. Выполним следующее задание. Самир, Айнур и Анар хотят купить два тарта. У каждого из них по пять монатов. Сколько всего денег у ребят? Какие два тарта они могут купить? У каждого из детей по пять монат. Пять плюс пять – десять. Еще плюс пять – пятнадцать. Пятнадцать монатов у детей. Они хотят купить два тарта. Давайте посмотрим за пятнадцать монат, какие тарты дети могут купить. Это могут быть фруктовые и сливочные торты, потому что шесть плюс девять – получаем пятнадцать. Верно, ребятки, молодцы. Выполним следующее задание. Длина лужи 18 сантиметров. Муравей хочет перейти лужу, соединив концы соломенных палочек. Он нашел две палочки длиной семь сантиметров и восемь сантиметров. Сможет ли муравей перейти лужу, используя эти палочки? Давайте сложим семь и восемь. Семь плюс восемь – получаем пятнадцать сантиметров. По условию мы с вами знаем, что длина лужи составляет восемнадцать сантиметров. Значит, пятнадцать сантиметров не хватит муравью для того, чтобы перейти эту лужу. Значит, он не сможет перейти лужу, если соединит эти две палочки. Если нет, то какой должна быть длина дополнительной третьей палочки? Чтобы он перешел в лужу, дополнительная третья палочка должна иметь длину какую? Для этого мы с вами из восемнадцати вычтем пятнадцать. Восемнадцать минус пятнадцать получаем три сантиметра. Давайте мы с вами посчитаем от пятнадцати до восемнадцати. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать – это делает три шага. Значит, три сантиметра необходимо добавить, чтобы он смог перейти эту лужу. Выполним следующее задание. Гири какого веса нужно поставить на пустую чашу весов справа, чтобы уравновесить их. Давайте посмотрим, сколько весит дыня. Один килограмм. Сколько весит арбуз? Мы видим, что чаши весов находятся в равновесии. На правой чаше весов пятикилограммовая гиря, на левой чаше весов двухкилограммовая плюс арбуз. Значит, чтобы найти массу арбуза, необходимо из пяти вычесть два. Пять минус два – получаем три. Значит, масса арбуза – три килограмма. На третьих весах мы видим с дыню и арбуз. Один килограмм плюс три килограмма – получаем четыре килограмма. Значит, чтобы уравновесить чаши весов, необходимо на правую чашу весов положить две гири по два килограмма, чтобы получилось четыре килограмма. Выполним задание номер восемь. Самовар вмещает десять литров, а ведро – четыре литра. В пустой самовар налили два ведра воды. Если еще раз наполнить ведро водой и перелить ее в самовар, то сколько литров воды останется в ведре после того, как наполнится самовар? Давайте посмотрим, сколько вмещает самовар. Десять литров, а ведро – четыре литра. В пустой самовар налили два ведра воды. Это составляет сколько? Давайте найдем. Мы с вами по условию знаем, что одно ведро вмещает четыре литра воды. Два ведра воды – это четыре плюс четыре. Получаем восемь литров воды. Если еще раз наполнить ведро водой и перелить самовар, то сколько литр воды останется? Мы должны с вами найти в ведре после того, как наполнился самовар. Мы с вами знаем, что самовар вмещает десять литров. Если мы с вами восемь литров мы уже налили в этот самовар, добавим еще одно ведро воды, то есть восемь плюс четыре. Получаем 12 литров. Если мы с вами 12 литров воды перельем в 10-литровый самовар, то сколько литров воды останется в ведре? Для этого мы должны из 12 вычесть 10, так как самовар вмещает всего 10 литров воды. 12 минус 10 – получаем 2 литра. 2 литра воды останется в ведре после того, как самовар наполнится. Выполним последнее задание. Перед зоопарком повесили табличку. Сколько часов в течение дня работает зоопарк? Давайте посмотрим на показания часов. Открывается зоопарк во сколько? Мы с вами видим, что он открывается в 9 часов. Во сколько же он закрывается? В 6 часов. Сколько же часов он работает? Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ровно 9 часов работает зоопарк. Дорогие друзья, на этом наш урок подошел к концу. Напоследок хочу вам напомнить. В ваших учебниках на страничках 74 и 75 имеется словарь математических терминов. Обязательно прочитайте эти термины. Повторите, закрепите. Какую информацию вы там получите? Вы вспомните, что такое деньги? Что такое дополнение до 10? Геометрические фигуры, времена года, единицы измерения, дни недели, пиктограмма. Что такое покупка-продажа? Половина и целая, сотенный квадрат, столбчатая диаграмма, стороны фигур. Вы также узнаете, что такое сутки, что такое таблицы, как можно представлять информацию в виде таблицы, пиктограммы, диаграммы, уменьшения до 10, часы. Всю эту информацию вы сможете повторить в ваших учебниках на страничках 74 и 75, пользуясь словарем математических терминов. Эти термины, ребятки, мы с вами изучали в течение всего учебного года. Ну, на этом наш урок подошел к концу. И напоследок хочу вам дать несколько заданий. Как вы знаете, наступают летние каникулы. Конечно, вы все будете отдыхать, но не забывайте заниматься, ребятки, обязательно каждый день. Решайте примеры, решайте задачки. Вы эти задачи можете составлять на основе своего жизненного опыта. Пойдя в магазин, супермаркет или отдыхая на берегу моря, вы можете сосчитать количество ракушек, сравнить их. Или, допустим, наблюдая за насекомыми, вы можете сосчитать количество насекомых, найти сколько всего, найти, насколько одних насекомых больше, чем других и так далее. Ребятки, также вы обязательно все то, что вы будете изучать и затем, чем будете наблюдать, можете представлять в виде таблиц, диаграмм, пиктограмм. Ведь мы с вами это тоже все изучали. Также, ребятки, не забывайте определять длину и массу предметов. Также вы можете емкость предметов тоже определять, переливая воду, например, в сосуды разной емкостью. Ребятки, также определяйте время, не забывайте про время. Ну что ж, если вы будете выполнять все эти задания, я уверена, что вы хорошенько подготовитесь к следующему учебному году. Но я вам хочу пожелать всего хорошего, удачи, хороших летних каникул. Отдохните хорошенько, не забывайте заниматься. Я вам желаю всего хорошего, ребятки, удачи вам во втором классе. До свидания, всего вам хорошего.